я вас приветствую с вами альберт и мы продолжаем историю проведения собраний используя силу открытых вопросов если вы уже проводите собрание то добавьте туда открытые вопросы они усилят их эффективность имейте это в виду а сейчас я хочу напомнить что у нас за плечами 1 0 даже не 1 0 урок видения было посвящено тому что вообще такое открытые вопросы как они работают и в чем их хитрость до их сила что в них есть присуппозиции где давайте поделимся итогами и победами сегодняшнего дня какие они были да есть это открытый вопрос что есть присуппозиция что итоги и победы сегодняшнего дня были вопрос лишь том какие они первом уроке мы с вами ввели еженедельные собрания где мы подводим итоги прошлой недели и ставим задачи на предстоящую неделю и это позволяет сотрудникам понять вообще что они сделали куда они идут что они делают и прочее проговорить это между собой поставить задачи это было в первом уроке во втором уроке мы с вами уже после того как вы имеете за плечами проведения например четырех еженедельных таких собраний вы добавляете ежедневные собрания с подведением итогов сегодняшнего дня который проводите стоя где каждый проговаривает какие успехи за сегодняшний день он сделал и задачи он ставит для себя на завтрашний день и какие препятствия в его работе есть которыми он сталкивается который он преодолевает вот это ежедневные ежедневные собрания когда завершает компания свой день сейчас я вас приглашаю изучить на этом третьем уроке ежедневные по планированию на день что они позволяют сделать то есть вот они тоже пусть проходят стоя я вообще рекомендую ежедневные проводить стоя не сидя потому что сидя там чая надо там поболтать друг с другом тоже стоя где каждый проговаривает задачи на сегодняшний день и давайте сейчас разберем с вами алгоритм какие открытые вопросы тому местный ну первое давайте напишу стоя в начале дня сто них следует проводить начале дня теперь возьму зеленый маркер какие ключевые открытые вопросы следует здесь проговорить а ну например по времени если рабочий день начинается в 9 утра то прямо в 900 до каждому необходимо то есть вообще это ежедневная координация на день позволяет каждому приходить вовремя и не опаздывать потому что у них появляется мотив что именно утром происходит координация на день до когда происходит проговаривание задач на сегодняшний день и кто задерживается приходит позже то получается он не произвел эту координацию у него будет такое ощущение осадочек и вы проговариваете заранее насколько это важно плавненько как бы обучаете ваших нынешних текущих сотрудников важности этого мероприятия а которые новые приходят они уже видят что это проводится и для них это будет уже просто правилом необходимым для выполнения что каждое утро задачи на день завершение дня итоги дня и еженедельно вы проводите итоги недели и задачу на следующую неделю это какие ключевые вопросы следует здесь разбить это первое это намерение ответ на ответ на намерение какое у вас намерение на сегодняшний день мое намерение на сегодняшний день там такое мое намерение на мое намерение на сегодняшний день это быть максимально полезным моим клиентам или мое намерение на сегодняшний день это вот я занимаюсь сейчас, допустим, сотрудник-верстальщик, говорит, таким-то сайтом, и сделать идеальную верстку главной страницы сайта, страницы категории и страницы карточки товаров, понимаете, да, то есть намерение подразумевается здесь, направление, фокус внимания, с которым сегодня вы будете проводить сегодняшний день. Фокус внимания, на что вы будете устремлять ваше внимание в сегодняшнем дне, то есть, что в первую очередь будет в фокусе ваше внимание сегодня. Этот вопрос, он такой общие он просто определяет направлении ваши понимаете то есть 1 вопрос открыты какой у вас намерение на сегодняшний день если вы это делаете в первый раз то вы объясните сотрудникам что значит этот вопрос намерение то есть на что в первую очередь сегодня вы будете обращать внимание либо например менеджер продажам говорит мое намерение на сегодняшний день это при каждом звонке с моим клиентам задавать ему открытые вопросы да какая у него там ситуация сейчас в компании да как он видит да там наилучший результат работы с нашей компании каким он видит свой идеальный сайт понимаете то есть фокус своего внимания держать именно на том чтобы задавать открытые вопросы при звонках это намерение второе когда мы проговорили намерение теперь а какие задачи перед вами сегодня стоят ну тот же менеджер продажам говорит у меня сегодня задача стоит это совершить там допустим 80 звонков за день да и организовать из холодного прозвона там допустим 8 теплых контактов которым интересно создание сайта либо улучшение их текущего чтобы повысить количество продаж из интернета то есть здесь уже более конкретно вот если в намерении вы определили общий вектор вот общий вектор и проговорили его то в задачах вы уже говорите о содержании этого вектора то есть что непосредственно здесь должно быть какие задачи вы ставите и вы здесь помните эти ежедневные ежеутренние координации проводят сам руководитель и для начала да и в дальнейшем тоже он сам первый проговаривает какой у него намерение на день и задачи на день он ставит и просто актом проговаривания этого вслух он уже не может не мотивировать и не вдохновлять своих сотрудников они понимают о мы идем под началом такого мощного человека который занимается серьезными делами да и мы хотим работать вместе с ним и они проговаривают и таким образом мало того что они слушают что их коллеги говорят это тоже вдохновляет кроме того вы можете а они проходят стоя в завершении помните вы добавляете тоже какую-нибудь мудрую цитату типа цитата на день хочу с вами поделиться сильные цитаты и приглашаю вас по исследует ее в течение сегодняшнего дня и говорите цитату ну типа неважно как высоко забрался я по лестнице главное узнать наверняка что эта лестница приставлена к нужной стене и они пусть эту цитату так обмазгуют и можно спросить о чем для вас на цитату товарищи и так задачи на день здесь третий вопрос поддержка вы задаете вопрос каждому нужна ли вам к это поддержка в решении этих задач сегодня конечно а этот вопрос задается не для того что тут дать кому-то возможность сесть на шею и как правило ответ на этот вопрос будет нет мне понятно что делать я знаю что от меня необходимо я знаю как решить эти задачи на сегодняшний день но здесь смысл этого вопроса заключается в том чтобы дать понять сотрудникам что они услышаны да что важно что у них происходит и что если них есть какие-то вопросы либо пожелания либо им нужна какая-то помощь чтобы они не стеснялись о ней проговорить поэтому нужна ли вам к это поддержка сегодня вот и первый шаг да какой вы сегодня первый шаг сделайте в ближайшее время уже сейчас когда вы приступите к своей работе вот такая вот ежедневная ежутренняя координация которая позволяет во первых всем собраться в девять утра стоя в начале дня руководить помните уже сотрудники и руководитель умеют и проводят еженедельные собрания собрания по итогам сегодняшнего дня и тут они собираются в начале дня чтобы обсудить какое у них намерение на день то есть на чем будет сфокусировано их особое внимание особым образом какие задачи перед собой на день они ставят нужна ли мы какая-то поддержка и какой у них первый шаг и они актом проговаривания вслух всей этой истории начинают больше друг друга уважать у них появляется такой дух соперничества а кто из сотрудников более амбициозные задачи выполнится как он их достигнет и им начинает они же помнят здесь что они в завершении дня тоже эти собрания проводят им хочется более серьезные задачи ставить делиться своими победами да и соответствии с еженедельным планом и вы таким образом тренируете в людях способность планировать достигать действовать развиваться и совершать подвиги я бы так даже сказал ну и кроме того вы можете подумать да это конечно все здорово но наши сотрудники точно этого делать не будут если смотрите внимательно если у вас как руководителя есть сомнения в том что ваши сотрудники достаточно мощные уверенные сильные чтобы внедрять свою практику вот эти действия то вы задайте себе вопрос а вы сами в них верите может быть вы их обесцениваете считаете что они не способны и не имеют необходимых ресурсов чтобы это делать и для этого вы сначала внедрите это в свою жизнь подведение итогов недели задач на день итогов дня а потом внедряйте это вашу профессиональную практику это очень сильные навыки руководителя имейте это ввиду но вы можете сказать а откуда на это все время то брать тут не надо меня смешить раз в неделю 30 минут раз в день в завершении дня пять минут в начале дня пять минут помните это стоя проходит быстренько 30 минут это вообще копейки это небольшое количество времени но она позволяет делать все остальные действия более точными на это хочу обратить ваше внимание ну что на данном этапе значит какие у нас практики которые я приглашаю вас внедрить и в свою жизнь и в профессиональную жизнь это один раз в неделю еженедельные а один раз в день в завершении дня один раз в день в начале дня и здесь очень важно предутилизация чтобы эти мероприятия не стали просто бессмысленным каким-то ритуалом ну делаем делаем лишь бы вот сделать и все и не включать голову необходимо самому руководителю вдыхать жизнь в них то есть делиться постоянно тем что это здоровская тема сильно работает давайте настроимся есть вот такой опыт давайте поэксперим поэкспериментируем проверим все давайте делать и прочее а потом люди сами вовлекутся и вы добавляете цитату в завершении да вот этот интересную штуку и кроме того в завершении этих мероприятий обязательно всех поблагодарите ну например я вас благодарю за участие за это исследование за поиск и за ваш вклад в свое развитие в развитие компании да это наше общее дело мы с вами вместе строим дом проговорите и кроме того еще в завершении можно аплодисменты похлопать в ладоши да и давайте нам поаплатируем и все до похлопают то есть вот настроиться до дух такой моральный чтобы он крепче был боевой дух вы понимаете есть вот это может показаться странным но когда люди это привыкнут и вы сами к этому привыкните вы увидите насколько это сильно повысит вашу эффективность это будет дополнительно объединять людей это будет дополнительно создавать фокус их внимание на постановке и решение задач это будет создавать победителей такая будет кузница мощных победителей которую вы сами создаете и самое главное это необходимо делать регулярно регулярно вы внедряете еженедельные задачи на день потом индивидуальные собеседования с каждым сотрудником мы будем об этом скоро говорить потом ежемесячные вы вы проводите да да эти координации по итогам и задачам потом вы ежегодно и проводить и вы тренируете в сотрудниках способность в мысли долгосрочно действовать и думать и особенно то уме особенно этого местная когда руководитель проводят ну с вообще-то с любыми сотрудниками уместно даже с работниками конвейера до чтобы они понимали так то есть не надо обесценивать никого знаете есть такая метафора что даже уборщик работает не полы моет он отправляет ракеты в космос дайте возможность каждому сотруднику понимать какую большую дело делает и здесь необходимо вам также проработать да если у вас не проработано вот он пишу мишин миссию компании то есть подумайте о том что вот миссия же вас и вашей компании ну не думайте о том что миссия компании самое главное что вы делать деньги зарабатываете деньги это всегда следствие а какая цель вашей компании здесь такой вопрос над которым я вас приглашаю подумать а какую ценность общество ваша компания создает а почему без вашей компании этот мир станет хуже понимаете каким образом ваша компания делает мир лучше тоже об этом следует подумать чтобы плавно внедрять вместе исследовать сотрудниками это и как мы можем еще сделать более весомый вклад в общество благодаря тому что мы делаем понимаете то есть есть гигантский один проект под названием человечество и каждый человек в этом проекте принимает участие в развитии на думать о том что до жизни короткая и вот я не повлияю на там движение планет но потихонечку каждый когда каждый начинает причесывать мир в котором он живет делать его более комфортным более конкурентоспособным более но меньше боли в нем вот так вот да например в этом случае делать хорошие сайты которые решают задачи клиентов которые быстро загружаются до которые с маркетинговой точки зрения грамотно организованы которые решают проблемы заказчиков этой компании это уже большое дело необходимо об этом постоянно сотрудникам напоминать вот на этих координациях плавненько ну что и так у нас был вот на урок вообще как открытые вопросы работает в чем их сила у нас потом был урок еженедельных собраний в чем их сила ежедневных собраний по подведению итогов чем их сила ежедневных собраний по задачам на день в чем их сила и вот я вас приглашаю внедрять эту историю дальше мы будем еще входить в тему индивидуальных регулярных собеседований сотрудникам будем входить в тему ежемесячных годовых до подведения итогов и собраний и вот выстраиваем с вами такую органичную систему поэтому вы это все изучаете внимательно при необходимости просмотрите снова этот урок и вообще все уроки до этого еще раз можете просмотреть и подумайте как вы можете внедрить в вашу жизнь эти знания это какой вопрос был открытый как вы можете внедрить вашу жизнь эти знания то есть вы можете их внедрить вопрос лишь в том как и добавляйте ваш навык развивайте то есть ваш навык работы в открытых вопросах ну что об этом был наш урок 3 до нас был нулевое введение первые же недельные 2 ежедневные по итогам дня и 3 ежедневные по задачам на день кроме того вы можете экспериментировать с самими открытыми вопросами которые вы будете здесь внедрять и добавлять их свою практику и развивать в себе компетенцию работы в открытых вопросах ну что я благодарю вас за внимание встретимся в четвертом уроке здорово получается я рад с вами делиться этими знаниями я вот такой вдохновлен заряжен то что тема огонь огонь мощная ну что встретимся в следующем уроке пока